Караганда В 70-е и 80-е годы многие традиционные татарские обычаи и обряды в Казахстане были утрачены. Конец 80-х годов в Советском Союзе стал временем этнического ренессанса. В это время в городах Казахской ССР начинают массово появляться татарские центры и татарские музыкальные ансамбли. Во многих средних образовательных школах открываются классы, а в садиках специальные группы для желающих изучать татарский язык. При татарских центрах, благодаря энтузиазму местных активистов, открываются воскресные школы, где преподают не только язык, но и историю и культуру татарского народа. При этом все организации активно участвуют в общественно-культурной жизни города и области. Необходимую финансовую поддержку общественным организациям оказывают татарские предприниматели. Если вспомнить известных татар Караганды, то список будет очень длинный. Это и один из первых стахановцев угольной столицы Казахстана Галиулла Хайрулин, руководитель одной из крупнейших шахт СССР Халид Гали Хальфин. Почетными гражданами Караганды являются педагог Флюра Шакирова и заслуженный тренер Республики Эдуард Матросов. Караганда знает и помнит выдающихся спортсменов – тонисистку Флюра Хасанову, хоккеиста Рафика Низамова, футболиста Руслана Иманкулова, борца Ильдара Гафарова, шахматиста Рустама Хуснуддина. Сегодня на слуху имена карагандинского предпринимателя Шамеля Осина, художницы Фаины Исламовой, профсоюзного деятеля Марата Миргоязова. Большую работу в деле сохранения языка, культуры и традиций татарского народа проводят в Караганде руководители этнокультурных объединений Анвар Кирибаев и Суфия Садриддин. Последняя рассказала нам об одной из старейшин центра Зеузен Махмудовне Валишиной. Зеузен Махмудовна Валишина Ей 92 года, вот, она в 57-м году, как она рассказывала мне, первый татарский центр открывали они в районе Прешахтинска, где-то, какой-то там кинотеатр был старый, вот там они открывали в сторону Прешахтинска. И она там была руководителем, и она сама танцевала, сама вместе руководила. Я в этом сфере уже 94-го года работаю. Наш первый центр, это был у нас самый Дуслак. Вот когда в 12-м году я открыла, это Зеузен Апа, еще Ландышапа, Ирушаньяпа, Розапа, у нас были такие старейшины, такие с удовольствием приходили в наш центр, чайпить и утраивали. Я открыла, для них парня нашла, по-арабски учились они. Они в эту школу ходили как дети. И все почти научились по-арабски и читать, и намаз считать. Человек 10 их было. Но из них уже осталось только 2-3. Их уже нет. Все время вот общаемся. Это многое зависит, когда старейшина, с детьми даже общаются. Они очень даже любили наши мероприятия, концерты. Вот бывает у нас татарские классы, мы обучаем. Каждая воскресная школа работает. Вот среди них есть это самые праздники. Это примерно наши писатели. Мы с Аджалилей, Габдулла Тукай, мы всегда с сопровождением концертными номерами художественные вечера проводили. Эти вечера никогда не пропускают наши старейшины. Так с удовольствием они к нам ходили и ходят. Это мы стараемся передать нашему поколению, нашим детям, чтобы не забыл наш родной язык. В 1994-м мы открыли свой татарский центр. У нас первый руководитель был Ильгизар Фагмиев. Он открыл. Это так интересно было, когда он сообщил по радио. Это было в моем месте. Мой муж говорит, знаешь, что татарский центр открылся. Ну, мы пошли на следующий воскресенье, где он сказал, вот где юбилейный магазин. Около этого магазина там собрались. Буран, метель. Ну, мы все равно пошли с моей подружкой, с мужем, я с мужем. Ну, и занимались вот это. То у него дома, то у меня дома, то шахту Кузенбаева даже ездили. Автобус нам давали. Мы все-таки это занимались. Потом я там 12 лет в этом центре работала. Потом ушла, вот открыла я свою. Ну, когда я приехала в Караганду, эта Караганда еще совсем другая была. Это еще не такой, как сейчас. Это тогда еще старые, это самое, дома здесь в городе. А вот новые микрорайоны в Юго-Востоке еще у нас не было. Это не перерассказать, как наш Казахстан, как наша Караганда выросла за это. Ну, 40 лет. За 40 лет он вырос. Это неузнаваемости. У нас большой праздник, это мы его ждем каждый год в июне месяце. Это после посевных праздник такой большой, Сабантуй. И это везде. Это и в Татарстане, и за границей даже сейчас. И уже проводят. Даже за границей, я удивляюсь, раньше еще так не было. А сейчас уже и за границей, везде татары свои обряды держат и Сабантуй проводят. Это просто интересно. Мы проводили здесь и республиканские, были такие большие, республиканские артисты. Даже приглашали из Казани, специально нам отправляли. Проводили эти Сабантуй и Чак-Чак-Патти. Праздник, Чак-Чак праздник. Это очень даже интересно. Мы Чак-Чак и напекем, сопровождением концертами, наберами. Этот праздник тоже проводим. Так интересно. Потом этот Чак-Чак нарежем и всех угощаем тарелками. Все интересно. Ну, всем нравится. Вот наш татарский центр в 1994 году, как я говорю, открылась. Его с первого дня спонсировал и держал. Это Осин Андер Абзолдинович. Ему, конечно, большой поклон. И до сих пор, вот я открыла сама, он меня до сих пор содержит. Осин Андер Абзолдинович, большое ему спасибо. Когда я открылась, мою аренду он 4 года платил, пока я не переехала. Дом дружбы. Сейчас у нас дом дружбы. Мы там 23 областных центров. Мы там дружно живем. Это, конечно, для нас это было очень даже неожиданно. Это мы друг друга еще не знали. Так просто. Такие большие мероприятия в парке. Мы, конечно, городских везде участвуем. Нас приглашают, мы идем. Ну, тогда видимся так, летно. А сейчас мы как одна семья. Мы любой праздник, какие-то мероприятия. Наши центры собираются друг к другу. Мы думаем, что мы не говорим, что мы как разговариваем. Это как разговариваем. Это прелесть. Субтитры создавал DimaTorzok. Караганда – один из самых многонациональных уголков Казахстана. Так сложилось исторически. За многие годы наши судьбы объединились. Мы стали единым целым. Смогли сберечь традиционные ценности, взаимное уважение и толерантность. Сегодня мы расскажем вам о поляках Караганды. В 2021 году Карагандинское областное польское общество «Полония» отмечает свое 30-летие. По последним данным, в нашем городе проживает около 2000 представителей этого этноса. На территории Казахстана поляки впервые появились в 18-19 веках. На протяжении долгих лет белым пятном в истории поляков Казахстана оставалась их массовая депортация из западных районов Украины и Белоруссии 1936 года. В годы Второй мировой войны депортированы были почти 250 тысяч поляков. Карагандинское областное польское общество «Полония» было организовано в ноябре 1991 года. Первым председателем общества стал Франц Николаевич Богуславский, который сумел сплотить польскую общину ради общей цели – сохранения традиций поляков Карагандинской области, их связей с исторической родиной. Именно при нем были налажены культурные связи с Польшей, создан первый национальный женский вокальный ансамбль «Скавронки», регулярно стали проводиться тематические выставки, организованы курсы польского языка. Продолжил эту работу следующий председатель общества Александр Казимирович Своричевский. Благодаря его усилиям деятельность «Полония» еще больше активизировалась. Основной деятельностью польского общества является образовательная культурно-просветительская работа, возрождение и культивирование польских обычаев и традиций, проведение выставок, концертов, конкурсов, вечеров, развитие художественной самодеятельности, подготовка молодежи к учебе в высших и средних учебных заведениях Польши. С самого первого дня своего создания члены «Полония» принимают активное участие не только в жизни общества, но и в культурной жизни региона. Карагандинские поляки стали постоянными участниками культурных смотров и конкурсов, круглых столов и выставок. Общество «Полония» также является инициатором ряда мероприятий, подавая пример другим общественным центрам. В настоящее время костяк «Полоний» составляет потомки тех, кого ссылали в казахскую степь. С 1910 года общество возглавляет новый молодой и амбициозный председатель Виталий Альбертович Кмелевский. В своей работе он уделяет особое внимание молодежи, которая помнит свои корни и желает узнать как можно больше о своих предках, о своей далекой родине. В моем случае, может быть, судьба моей семьи именно не такая трагичная, потому что мой отец самостоятельно приехал в Караганду, еще ему не было 18 лет, и здесь был его старший брат, который его позвал, сказал о том, что молодой город, строится, есть перспективы, можешь приехать, посмотреть, и папа сюда приехал, влюбился, женился и остался. Такая вот история моей семьи. А для большинства поляков, проживающих в Казахстане, конечно, это сложное, трудное, где-то трагическое событие, которое произошло ровно 85 лет назад. В 1936 году был подписан указ о переселении поляков с территории современной Украины, Житомирского, Хмельницкой области, Житомирской области. И на северный Казахстан стали прибывать товарные вагоны с людьми. И до сих пор там у нас есть польские, так условно мы их назовем, села, где проживают этнические поляки. Зеленый Гай, Весневка, Чкалово, Ясная Поляна. Ну вот те села, которые появились в степи, по прибытию они обозначались только точкой и номер. И сегодня это именно такие вот села, на которых до сих пор проживают потомки тех высланных людей. Карагандинская область – это самое большое количество поляков. Потом уже, когда была необходимость во время Второй мировой войны в руках, в рабочих руках при добыче угля, при строительстве города, тех поляков, которые уже были расселены в северном Казахстане, их перевозили сюда, в Караганду. И все мы знаем озеро Разрез, там было открытым способом добывался уголь. И вокруг этого Разреза проживали, были расселены поляки и до сих пор проживают. Очень многочислено представлены они там. Вот они все работали, начинали свою работу именно на этом Разрезе, в шахтостроительном секторе. Вот так они появились в Караганде. Официальная статистика говорит, что в регионе проживает около 5000 поляков. Всего в Казахстане 35 тысяч. Но вот в нашем обществе около 300 членов общества. У нас каждый год приезжают преподаватели польского языка, которые знакомят наших членов общества с культурой, с языком, учат языку. Также мы проводим, безусловно, праздники наши традиционные, которые имеют и религиозный контекст, это Рождество, Пасха. Также, конечно же, мы стараемся проводить фестивали. Приглашаем творческие коллективы из Польши. Уже в этом году будет четвертый кинофестиваль «Висла». Знакомим карагандинцев с современным кинематографом. Также у нас проводятся какие-то выставки. Знакомим наших членов общества, всех желающих с работами поэтов, писателей. И также проводим конкурсы и выбираем самых лучших рецитаторов и награждаемых. У нас есть танцевальная группа «Небеский хабр» называется, которая исполняет народные фольклорные танцы. Есть у нас аутентичные костюмы, с которыми мы также знакомим молодежь, участников нашей группы. Кроме хореографической группы, вокальная группа есть. Любой желающий может выучить традиционные какие-то народные песни, современные песни польские. Вот таким способом также можно прикоснуться, узнать культуру поляков. Мы всячески стараемся, чтобы не делить именно по этническому признаку, не изолироваться, а достойными быть гражданами Казахстана, вливаться и достойно представлять, знакомиться со своей культурой и знакомиться с другими. Наверное, в этом наше преимущество казахстанцев, оно и есть. Это вот нам лично, на мой взгляд, и не только, это то богатство, которым мы должны максимально пользоваться и щедро им делиться. Я думаю, что очень важно сохранить нам тот мир, взаимное уважение, которое вот благодаря Ассамблее за эти 30 лет независимости Казахстана нам не только удалось сохранить, но и укрепить, выстроить. Это очень важно, потому что, ну, как только какое-то недоразумение или какое-то непонимание возникает, тогда идет разлаженность, тогда уже сложно нам всем совместно делать то общее дело и строить наш независимый Казахстан. Казахстан Здравствуйте! В эфире «Моя Караганда». Сегодня я расскажу вам о событиях июня прошлых лет. 1951 год. Карагандинцы искренне гордятся тем, что их город называют третьей всесоюзной угольной кочегаркой – индустриальным центром огромной области. Спросите любого из горожан, какая улица лучшая в новом городе. И он ответит вам, разумеется, проспект имени Ленина. Мы живем на этом проспекте. Другие скажут – лучшая улица наша имени Жамбула. В самом деле все улицы хороши, и каждая по-своему. 1961 год. Наступило веселое пионерское лето. 26 пионерских лагерей в окрестностях Караганды, Балхаша и Тимиртау примут около 19 тысяч ребят. Открываются два новых пионерских лагеря в Малом Артеке. Они построены на средства шахты номер 18, Треста, Сталинуголь и Обкома профсоюза работников пищевой промышленности. Тысячи пионеров отправляются в поход по родному краю и в увлекательные поездки по городам нашей необъятной страны. 1971 год. Впервые в Караганде зацвел банан или пизанг, как его называют ботаники. Высота дерева сейчас более 10 метров, возраст – три года. Это тропическое травянистое растение было завезено в карагандинский ботанический сад из Алматы в 1968 году. Цветение банана продолжается уже четвертый месяц. Награда работникам зеленых богатств за их неутомимый и кропотливый труд – единичные диковинные плоды бледно-салатного цвета. 1981 год. 235 матчей сыграл за карагандинский шахтер центральный защитник Петр Асылбаев – больше, чем любой футболист нынешней команды. Несколько лет удачно играл в горняцкой команде и старший брат Петра – Владимир Асылбаев. Он и привил Петру любовь к футболу. В группе подготовки команды «Шахтер» младший Асылбаев получил первые уроки футбольной науки. Старался, играл с душой. Его заметили и пригласили в юношескую сборную СССР. В 1972 году в матче со сборной Болгарии Петр Асылбаев был признан лучшим игроком встречи. Теперь вот уже 8 лет он играет в основном составе карагандинской команды. В прошлом, 1980 году, товарищи доверили Петру Асылбаеву быть капитаном горняков. 1991 год. В карагандинском выставочном зале экспонируется персональная выставка юного художника Кребека Куюкова, организованная движением Семипалатинск-Невада. Кребек Куюков – один из тех, чью жизнь определили ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне. Он родился без рук. Но взрывная творческая сила этого мальчика оказалась поистине мощной. Рисует Кребек, зажав кисть в зубах. Его выставки прошли в родном селе, в столице Казахстана и даже в Японии. Средства, собранные от карагандинской выставки, пойдут в фонд помощи детям Чернобыля, Семипалатинска и Зигинда Булака. 2001 год. В день защиты детей состоялся торжественный ввод в эксплуатацию Аквалэнда. Его построила финансово-промышленная ассоциация «Валюттранзит». Этот оздоровительный комплекс является первым объектом в строящемся на юго-востоке Караганды парке имени десятилетия независимости Казахстана. Отличие Аквалэнда от Аквапарка будет заключаться в том, что работать он будет только в летний период. Теперь молодежи не обязательно бегать в жару на Федоровской водохранилище. Проще будет насладиться водными процедурами в веселом, уютном Аквалэнде. Новое – это хорошо забытое старое. Встретимся в будущем.